Доброго времени суток! Здравствуйте! Рад приветствовать вас на своем канале и на разборе показательного интересного матча. А почему же он показательный? Да потому что там явно что-то не так с одним персонажем. И звать его Жрица. Однажды в вечернем ранге я попался с интересным персонажем. С тем, у кого много всяких таких интересных золотистеньких бейджиков. И в том числе есть бейджик на пристес. Да не простой, а золотой. Ну а суть собственно не в одном конкретно взятом игроке, а в том, что в принципе оказывается кто-то играет на пристес в ранге. При том, что 95% у игроков за охотников блокируют. Надо же, оказывается они существуют. Жрица-мейнеры в нашем ранге. Так давайте перейдем непосредственно к разбору матча. Да, как вы уже поняли, Бонбон попался странным. Он не сблокировал Жрицу. Если память мне не изменяет, он сблокировал Адвоката и Баттера. Два великолепных персонажа, по-своему писячих и очень даже сильных. Да, я всерьез считаю Адвоката очень сильным декодером. И не зря в конце сезона ему пообещали нерв. Играли мы, конечно же, с Arena Selection Mod, поэтому Бонбон поставил место появления там, где рядом был предположительно слабый выживший, то бишь на первой станции. И с этим он угадал. Вот только то место, по-своему, абьюзное. И никогда с самого начала игры вы не сможете там быстро сводить выжившего. Что и, собственно, демонстрирует нам Сир, беря, да, садясь на вагонетку и перекатываясь на вторую станцию. И тут Бонбон начинает проявлять смекалочку. Он забрасывает специально бомбу заранее наверх, чтобы можно было потом подняться и сразу вторую кинуть и подорвать. А подорвает он, кстати, каким-то странным способом. Эту бомбу не видно, но игра ее видит и считает за нужным нанести Сиру хит. Я от этого был немного удивлен, когда пересматривал этот повтор. Но вот, знаете, иногда бомбы даже так могут ударять. Сир наверняка тоже этого не ожидал. Ну и понимая, что он долго там не будет оставаться, он решил сразу спрыгнуть. И далее по невнимательности он получает удар бомбой тогда, когда мог запросто его не получить. И внаку, совершая свою фатальную ошибку, садится обратно на вагонетку. У которой култаун, то бишь откат времени, когда можно заново на нее сесть и использовать, около 30 секунд. Простите мою память, если я вдруг неправильно сказал. Уж точно на память не помню. Ну и само собой, конечно же, к этому времени Сир не смог бы сесть на вагонетку и заново ее использовать. И получил свой хит от детонатора. Вы скажете, а почему так нелепо? Да потому что, когда вы садитесь на вагонетку, там 3 секунды выживший не может на одну или другую сторону сразу же выйти. Такое жесткое ограничение, дабы не было жесткого бюза на том месте. Ну и тут дело обыденное. Сажает его Бонбон, естественно, на ближайшее кресло. И пытается не в тупую стоять напротив кресла, а патрулировать и мешать заводить кому-то другому, кто недалеко находится. В нашем случае это как раз таки жрица. Правильная тактика за охотника. Вот только я в тот момент подумал, что он вдруг внезапно очень сильно обнагрел и решил целиком и полностью посвятить первую фазу Сира погоне за жрицей. Ну а тут я по сути ошибаюсь, потому что в такой ситуации не нужно идти спасать выжившего до первой фазы. Но это крайне бесполезно, ведь 5 машинок остается, да даже если бы осталось 3 машинки, все равно. Бонбон это тот, кто быстро ловит выживших. Крайне редко, когда получается с таких ситуаций выворачивать на победу. И вы не подумайте, тут как бы Сира до конца матча не выжил. Там кое-что другое потом произойдет. Поэтому не надо делать так, не надо. Лучше после фазы, если он очень сильно чешется в одном месте и хочется спасти, то лучше после фазы под конец. Ну смотря кстати говоря какой охотник. Если это бонбон, то под конец это тоже будет являться ошибкой. Лучше вот как я на половине подбегать, чтобы у него мало оставалось шансов дать трошок, либо отлично закемперить. Ну и поскольку у меня тогда кстати говоря был хороший пинг, не такой как 3-плеи отображаются. Я смог нормально спасти в наглое. То есть я понимал, когда он успеет замахнуться и ударить. Понимал, когда он наоборот не успеет так сделать. И поэтому в наглое взял да спас его. Прикрывать, когда у вас есть тайт, не имеет никакого смысла. Поэтому я сразу же не теряя времени пошел на свою машинку заводить ее. Ну а Сир само собой получает далее бомбы и падает от бонбона. А впрочем, как и все остальные выжившие, у которых нет ничего для кайта. К тому времени. Ну а с другой стороны, смотрите, Сир сделал правильно. Он отвел максимально далеко охотника, чтобы он не мог так легко мешать декодировать машинку жрицы. Далее бонбон, понимая, что за жрицей нет смысла идти, начинает переключаться на кого-то более легкого. Например, на меня. К счастью, я успеваю к тому времени завести свою машинку и подняться наверх и переставить более выгодно для себя же гроб. Как мне кажется, здесь бонбон в голове прикинул, что если бы он тратил время на ебламера, то он бы потратил гораздо больше времени, нежели бегая за мерком. И вот здесь он после окна переключается на него. Правильное решение я бы на его месте сделал бы абсолютно так же. Мерк начинает кайтить, а пока мерк кайтит, я судорожно пытаюсь найти машинку, потому что я не совсем сообразил, что оказывается и на первой станции должна быть машинка. Но потом, как только я понял, сразу же пошел туда и начал заводить ее. Тут немного мерк ошибается с обыпадами, но в принципе не важно, ведь тот, кто имеет зеленый пинг, даже с такой нелепой и неудобной для себя ситуацией, сможет быстренько вывернуть и продолжить бежать туда, куда ему надо. Тем временем, хитрый мерк, держа в голове, что лагонетка находится на второй станции, специально свернул на окно не потому, что там отличное место, где можно немного дольше прокатить, но и потому, что это отличная сокращевывка пути, для того, чтобы пробраться к той второй станции. Использует он как раз последний обыпад, чтобы быстрее дойти до этой станции, ведь по-другому бы его Бонбон догнал. В ответ на это Бонбоня не растерялся и сразу же переключился на телепорт и телепортнулся как раз-таки на жрицу, которая завела машинку наполовину. Странный портал был от нее, то ли она ошиблась неправильно и его выставил, то ли это было просто по плану, поскольку и так и так можно использовать порталы, чтобы продлить кайт. Далее она безошибочно выставляет самые лучшие порталы, которые только можно выставить в ее ситуации. Видя то, что она успевает спокойно перейти на второй этаж и продлить свой кайт до адреналина, Бонбоня взгрустил и решил пойти на хоть какой-нибудь ближайший прайм, дабы хоть как-нибудь выровнять свою ситуацию. Но и здесь ему не повезло. Я к тому времени успевал завести спокойно свою машинку и видя приближающиеся ко мне ушки заячьи, я уже понял, что они от меня не отстанут. Не совсем верно я кайтчу, ориентируюсь исключительно на звуки, ведь в такой ситуации для безопасности лучше поглядывать все-таки назад, но мне тогда была лень. Да и последний это был ранговый матч, в котором отчетливо просматривалась ничья. Ну и поэтому, собственно, я совершаю свою следующую ошибку. Дело в том, что я не обратил внимания, что со второй станции эту вагонетку уже сперли до меня, поэтому я рассчитывал на вагонетку, а ее там не оказалось. Сразу же я пытаюсь обмануть Бонбона, но он не такой дурной. Он не обманывается, и после того, как я это начинаю понимать, я начинаю опускаться по лестнице, чтобы у него не было возможности без анимационного бить меня бомбами. И вот обратите внимание на данный момент. Я понимаю и так и так, что меня бомбами Бонбон скорее всего убьет, поэтому я передвигаюсь туда, где мне выгоднее. Перебегаю я в самое лучшее место, а именно в те две палеты. Заранее понимаю, что на этой палете он наверняка успеет меня подорвать. Я пишу заранее фокус на декотинг. И бум! Получается великолепный адреналин, после которого лучше бы я пошел на самом деле налево, потому что я помешал своему тиммейту открывать ворота. Вот только Бонбон, по всей видимости, что-то там фоном слушал, какую-то там типичную аниме-музыку. И поэтому он не слышал, как открываются ворота, и даже не думал смотреть в ту сторону, где открываются ворота. Кружился я вокруг одной палеточки недолго, Бонбон меня уже к тому времени догонял. И тут также происходит какая-то нелепая ситуация. Вориентируясь по звукам, я подумал, что у него уже начинается анимация телепорта, а на самом деле он тогда просто промахнулся. Поэтому я так свернул, мог бы и не сворачивать, и немного дольше прокатить. Но получилось как получилось, благо с гробом я не растерялся и сразу же прожал кнопочку заебланироваться. Потому что я прекрасно понимал, что если бы я этого не сделал, то он 100% бы меня не посадил бы на стул, а пошел бы мешать как раз таки жрицы, которые там открывали ворота. После этого Бонбон окончательно психанул, либо растерялся и прожал телепорт на Мерка, на другие ворота. Мерк, разумеется, к тому моменту успел перебежать к удачно выставленному порталу заранее Пристос и впоследствии телепортнулся через него. Тут само собой не составило ему никакого труда быстро выдолбить Мерка. Мерк падает, а я к тому времени как раз выпрыгиваю со второго этажа и иду вместе с Пристос его начинать отхиливать. И здесь вы только вдумайтесь, из-за того, что Мерк до этого получал только хиты от бомб, у него ни одного дебафа на хилинг не было на стакана. Мы его хилили, как будто он Лаки Гай, либо другой обычный сурф. И также нам на руку сыграло то, что у Пристос есть баф, килит остальных тиммейтов на 10% быстрее. Мы молниеносно отхилили Мерка и ушли в ворота. Благодаря невероятному абсурду, который в этом месте баланса состоит. Просто чудо недоработки баланса превратило нашу ничью в победу. Замечательно. Гроб, портал, отхил, ворота. Выигрыш на ровном месте. Надеюсь, вам понравилось видео и многие, кто до сих пор не знал, почему же Пристос постоянно находится в бане и искренне этому постоянно удивлялся, надеюсь, вы поняли. Что что-то с этой девочкой не так. Благо, люди из раздела баланса все чаще начинают слышать об этих проблемах. И не зря в следующем сезоне они пообещали как-нибудь ослабить ее способности. Что весьма заслужено, на мой взгляд.